Вот тут продолжается какая-то уличная музыка второй день у этих грифонов. Они, в принципе, перекрыли мост, и на ту сторону нельзя перейти. Представляете, это надо идти вот туда и уже по большому мосту переходить. Так что вот так какая-то местная питерская музыкальная экзотика. Грифоны оглохли. Ага. А я представляю, как люди, которые тут живут, оглохли. Они тут играют уже. Надо перебираться. И вот такие Банковский мост. И грифончики такие красивые сидят. Ленмосты. Ленмосты. Всё. И представьте, мы уже вышли до Казанского собора и идём вон туда. Спас на крови. Надо набрать в интернете, в каштаге Ленмосты. Да? Ну, посмотрим потом. Слушай, а если мы туда идём, надо посмотреть, где этот Чижик-Пыжик. Он где-то там. На развилках. Пойдём посмотрим. Может, там где-то Чижик-Пыжик, если удастся посмотреть его. Вот бар, руки вверх. Всё. И смотрите, как недалеко до Спаса накровили до Казанского собора. Назад будем возвращаться помойки. Его тоже реставрируют. И направляемся вот туда. Вот, видите, вдали. Пойдём туда. По идее, идти совсем недолго, да? Казанскому по-своему тоже видишься. Да. Но Исааки круче. Исааки круче, да. А во мраке, ну не во мраке, а как вот в такую погоду, серую, мрачную, Исаакиевский собор смотрится вообще как готический такой. Издалека очень красный. Ну смотри, этот купол позолотит, и он тоже, они его сделают. Ну да. Ты думаешь, будут купол золотить? Я думаю, да. Мне кажется, у Казанского не будут купол золотить. Какой он Казан будет? Не знаю. Вот такая красота на той стороне наша кофе, но мы не смогли на ту сторону перейти. Вы сами видите из-за закрытого моста. На самом народе. Наверное. Он уже собирается прогулкой. Он хочет, поедем вон. Собирается прогулка. А ну да, вот. А как я не понимаю, смотри, какой узкий вообще. Да ты что, а что, надо нагнуться что ли? Мы уже перешли в Невский проспект. Смотрите, какой красивый дом книги. Это, как он называется, дом компании Зингер. Очень красивый. Путеводители. Идем по этой стороне, потому что на той стороне нет тротуара. Там очень-очень узко. Хотя там можно, смотри, если там есть кофе, мы перейдем. А, вон на том мосту тоже концерт. Походу мы не перейдем. Будем искать кофе на этой стороне. Столовая тоже вон там. Ну, посмотрим. Может быть, где-то на этой стороне есть тоже кофейку. Можно было купить, попить. И вот сейчас направляемся в... А интересно, а спас на крови? Ну, можно зайти там в музей или чего, или нельзя? Вон там тоже барабанят на мосту. Какой-то день мостов. На что-то наступил? Да. Посмотрите, какие здания интересные. А вон там, смотри, зашили. Осыпается, видать. Ну, видать. Зашито все сеткой. Вон какой-то молодой человек сидит на балконе. В центре Питера. Кофе-лайк. Крупской. Фабрика. Вот есть какой-то кофе-лайк. Не пойдем? Вон. Нет. Ну, ладно, как хочешь. Кафе легкого питания. Кафе легкого питания. Обалдеть. Green Box. А, ну это вот можно бутерброды, там такое вот что-то взять. А вот это не наше кофе? Кофе. Нет. Нет, не наше. Слушай, мы куда-то прям бежим. Не гуляем, а бежим как будто. Мы сидели в кафешке, выпили вкусный кофе. Съели эклер с пончиком. И немножко отдохнули. Сейчас направляемся в сторону Спаса на Крове. Посмотрите, там столько сувенирных лавочек. Конечно, там немного дорого. Где-то если брать в книжных магазинах не в центре города, там тоже можно купить сувенирчики. И гораздо дешевле. Ой, может там зонтики есть, а? А вот зонтик там можно посмотреть. Вот сейчас я... Как нам там попасть, тут можно закрыть. Ну, может там вот впереди есть мой. Вон там тоже какие-то... А, там тоже, смотри, сцены впереди. А как же на ту сторону перебраться? Ох, надо было сразу по той стороне идти. Вот я бы там зонтик посмотрела. Посмотрим, посмотрим. Обратно сейчас пойдем. Ну да, нам все равно нужно на ту сторону по-любому, потому что мы решили пройтись до набережной Фонтанки, где находится Чижик-Пыжик, и посмотреть эту маленькую птичку. Вот там есть и шляпки, и зонтики. Вон там полно. Можно, в принципе, зонтик там посмотреть. Так что я бы зонтик, конечно, себе прикупила, потому что мой зонт-то уже вообще слишком-слишком старый. Посмотрите, какой красивый храм. Чем-то, говорят, он похож на наш вот этот, который на Красной площади стоит. Вот русский музей. Василий Блаженов? Да. Ну да, многокупорный, да. Ну, у нас его отреставрировали, он немножко так поизысканней. А этот все что-то никак. Вот сколько я не езжу, все, у него центральный этот главный купол. Он 30 лет, все никак. Все закрыт. Вот дворики питерские. Посмотрите, сколько там сувениров и зонтиков, и всего. Надо шлепать туда. Сейчас посмотрим, как нам перейти на ту сторону. Ну и вот такая красота. Красивое здание. Жалко, что, да. Его все реставрируют и реставрируют, и никак не захочут. Весь Мазай очень красивый. Я еще его сфоткала немножко. Там посмотрим, может, с другой стороны можно сфоткать. А вон какая-то тоже, что это, церквушечка, что ли? Посмотрите, какая красота. Вот тут тот же концерт на мосту. И вот мостик сейчас мы перейдем. Какой-то фестиваль у них проходит. Фестиваль, Ленмасты какие-то. Смотри, вот с этой стороны, как красиво, да? Вот и не видно, что ли. Вот отсюда надо сфоткать, да. Сейчас я тоже отсюда сфоткаю. Посмотрите, какая красота. Сейчас мы пойдем вот на тот рыночек сувениров. Я буду искать себе зонтик. Если найду, вам обязательно расскажу. И тут еще парк. Вот там парк. Сейчас с этой стороны, посмотрите. Очень красиво карета с лошадками. Бары не гуляют. Вот зонтики. Надо зонтик поискать. Пойдем туда. Вот я вижу уже там зонтик, который хочу есть. Пойду смотреть зонтик, который я хочу. Смотрите, как красиво кареты. Слушай, а тут куда-то вот билеты продаются. Не в парк? А-а-а. Вход в музей только в масках. Взрон 350 тоже. Музей, государный памятник. Но мы не пойдем. Мы хотим просто сегодня погулять, поэтому не пойдем. Северная Венеция. Очень красиво. Вот так он красиво должен выглядеть вместе с куполом. Набережная канала Грибоедова. Пойдем через Михайловский сад. Пойдем через Михайловский дворец. Тут русский музей. Дерево-памятник живой. О, а к дереву-памятнику пойдем. Как раз где-то... Мы вот тут вошли, Саша, смотри, вот тут вошли, и нам куда-то вон по той аллейке, вот это раз, к дереву-памятнику. Все. Купила зонтик. Посмотрите, какая прелесть с видами Петербурга. Именно тот, который хотела. Серенький. Вот. И смотрите, какая тут красота. А тут тоже, смотри, вот такие же бордюрчики. Все, убирай его тут. Все, не высота. Нет, открою, потом вам покажу. Смотрите, какая красота. Такие бордюрчики, листики дубовые. Ну, свой магазон выбросить. Почему? Машину бросишь. Мы сейчас идем к дереву-памятнику и постараемся выйти... А вот он, дворец. Михайловский сам. И постараемся выйти в тиши брыжки. Ой, а какой запах. Листвые. Посмотрите, как красиво. Все ухожено. Причем во всех парках подстрижены газоны. Все ухожено. Здесь, говорят, можно прямо вот чесать. И чуть ли не садиться, ложиться. Ну, вот там можно, там все лежат. Смотрите, какие воронки миленькие. Сейчас где-то тут должно быть это дерево. Дерево... То есть, собачка покакала, она не виновата. Я видела там люди, некоторые убирают. Некоторые, конечно... Оно в целях угобрили. Да, некоторые не убирают, а некоторые прям убирают. Хозяева за своими собаками ходят с пакетиками и убирают. А где же это дерево-памятник-то? Интересно. Ну, оно обозначено. Все мимо не пройдет. Нам главное мимо не пройти. Хоть что-нибудь вам показать такое. Может, увидите, не пушкин. Руслану Людмилу творил. Ну, да. Ну, я прям рада, что мы сегодня выбрались. И что в последний день так удалась погода. Что и не жарко. Вообще классно. А, ну вот это, наверное. Вот оно дерево-то. Ну, да. О, я думала, оно помассивнее. Ну, так может. Можно мороженое купить. Ну, мы только что покушали. Возможно, чуть попозже еще где-нибудь посидим в кафешке. Купим мороженое и салатик. Вот оно, это дерево-памятник. Посмотрите. Да, это просто памятник живой природы. Да? Какое красивое. 278 лет всего. А там вот какие в том, да, в Александровском саду, какие тоже дубы. Толстые-толстые. Чересчатый дуб. Которому 278 лет. Находится под охраной. Деревья, памятники живой природы. Вот он впереди. Вот на вас смотрит. Но в Александровском саду есть и помассивнее такие дубы. То есть, практически царь Петр мог на него дать. Что это за муха такая? Лежать под ним. Ну, тут вот так все, посмотрите, ухожено. Так красиво. И вообще очень... Ну, это дуб. А, это дуб. Это дуб. Всероссийского значения. Вот мы посмотрели на этот дуб. Вообще, в Питере очень в парках много дубов. И они все очень красивые и все достойны звания таких памятников. Все. Мы направляемся к Чижику-Пыжику. И, скорее всего, если не будет ничего интересного, то включимся уже у Чижика-Пыжика. Спасибо. Спасибо. Спасибо.